всем доброго дня всех приветствую всех всех кто смотрит мои видео кому нравится кому не нравится всем здравствуйте есть такое коротенькое коротенькие новости я так сказал может быть помните вот этих красавиц которые я как-то ранее изготовил давайте так покажу вот вот так они выглядят блин как они прям весело так и вот в общем короче говоря бритвки готовы к использованию и сегодня максимум прям завтра все пойдет не так то завтра а так по сути рассчитываю сегодня уже развесить их на сайте и они будут доступны для заказа вот как и прежде 2 2 моносталь и вот это вот середине дамаска такая с утолщенным обушком давайте покажу что да как то почему вот такие вот варианты миниатюрные ну не скажу что легкие но такие как вам объяснить чувствует чувствуется они в руке чувствуются но и не тяжелые вот волосок там все дела распуск трубился распускает режет сейчас попробую это показать так вкратце вот на две части видите вот еще ухты как раз красиво то нет откусила вот вторая бритвка сейчас вам скажу еще то некоторые нюансы я же как водится это люблю придраться к своим бритвкам то я вам скажу где минусы где плюсы открой все секреты как говорится сейчас покажу и обозрим попал опа раздворил хопа блин наверное не попал в кадр и она откусывает сразу вот такая вот бритвка все ровные без каких-либо там кривулек там и прочих прочих неприятностей это дамасская за . всех лучше ну что тут говорить ясное дело ну как вам показывать вот не знаю я прошла смотрел вроде плохо но видно все таки как этот строго идет а вот резкость попадаю об откусился я задерживаю долгос не буду с этими тестами по-быстренькому так и вижу давайте помимо посмотрю она его за на листья пальмы он еще листья конечно тут с резкостью да не очень-то хоп-хоп ладно она выглядит вот так это напоминаю кто там уж не смотрел ну что запамятовал собранные звонят я сейчас это второе видео сделаю и так на чем остановились остановились мы на бритовке из дамасской стали тут мне позвонили отвлекли в общем я говорил про праву кажется это g10 тонкая внутри это стабилизированный кап клёна и это 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 просто расцветка разная при стабилизации вот так вот все это выглядит все как будто ровненько все красивенько без претензий но конечно заточка от вот этой дамасской конечно отличается лучшую сторону по сравнению даже со всеми остальными но нюансы будут я же обещал я же обещал рассказать значит расскажу давайте пару раз рубанем с надеждой что что-нибудь получится сейчас атака если распустился отрубился просто коснулся он отпал блин я вам распускать собрался тоже самое отпадает так нехорошее место отпадает вот распустился ой отпал ну в общем ладно они что-то отваливаются тут блин не получается красиво распустить ладно волос кончился другой возьмем это опять моносталь те же материалы оправы вот так вот тут все выглядит давайте порой ну я вам вогнутость не показываю блин забыл совсем вот такая вогнутость это называется 1 2 пеньки давайте рубанем уж раз начал рубать так давайте продолжим бабам вот он волосы видно разъехался плохо разъехался ой застрял откусился и завис где-то маленько распустился но не полноценно на две части красота то на третью часть ну и давайте еще чуток раз начал по всей длине у ее откусила наверное не в резкости было мне кажется значит еще разок пахнем чик просто отвалился но отвалился отвалился ладно и вот еще одна бритовка это вот тоже с костью как-то только там граненая кость а здесь она закругленная вот так это все выглядит то же самое там с вогнутостью плюс-минус отличается это же ручная работа это не штамповка не стану есть какие-то различия у каждой бритовки свое преимущество или свой недостаток но слава богу что недостатки гождится не придется особо давайте рубать начали рубать будем рубать хэнк ой он кусился как же роспуск показать о отпал блин распустился отпал ну как же так то о распустился под подкусился нашим не знаю наверно видно вернет вот-вот буду с фоном все-таки работа просто некогда было фон подобрать чтобы волос было видно нюансы то есть что я скажу вот это это и это бритва то есть это закругленная оправа а это имеет такие вот грани давайте покажу ой-ой-ой чуть себе в руку не втють ухал вот видеть там на этой грани если на этой нет и так вот эти три бритвки естественно дамаска никогда не подведет самая лучшая заточка у этих тоже отличная заточка но она как бы не такая агрессивная вот именно например волос на него чикаешь она как-то так это врубит его но как-то нехотя а вот эти три прям вот просто как-то если чуть неправильно положил то его фиг распустишь он просто отпадает вот как-то так ну что обзор считаю законченным встречайте бритвки на сайте надеюсь что это будет сегодня ну надеюсь я не обещаю потому что у меня в последнее время что тут завал с делами и поэтому может быть что это перенесется на завтра но не позже завтра так 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 что из новостей я все еще жду да а я все еще жду японский камень которую моя всего хвалюсь а все еще никак не увижу у нас почта тут нижегородской области но вообще не хочет ехать потерянные наглухо просто до нижнего нижнего новгорода летела просто как пуля летела посылка я думал нифига скорость думаю блин сдек курит а нет в общем что для чего мне все это нужно я просто мне понравился цвет камня теплый бежевый мне понравилось то что он финишник мне понравилось то что мне пообещали что он скоростной и вот тут я хочу устроить так называемый батл русского сланца и японского финишника накаяма если не ошибаюсь очень хочется устроить батл но чисто для себя если вам интересно я вам расскажу что как потому что показывать это слишком долго будет а мне просто вывод важно то что вот какой финишник будет работать быстрее почему мне это важно потому что у меня много бритв затачивается с нуля плюс формирование там кромки еще добавок там и не вот просто заточка там вот то есть прежде чем выводить на кромку нужно же еще сначала создать эту кромку вот все это сложно долго время не хватает и поэтому хочется сделать красиво сделать тонко качественно и по возможности побыстрее вот как-то так да мне еще один человек и не знаю не буду на как произносить его имя обещал мне еще пред финиш американский камушек тоже такого бежевого теплого цвета это будет вообще шикардос полный то есть я на нем выглажу и потом на финиш на дуэ это будет сказка класс а из того что я буду производить далее я вам пока не мы ничего путем не скажу почему я на данный момент уже вот еще пару дней и я завершу работы над заказом западная европа заказала хороший заказ такой жирный такой дорогой заказ то есть деньгами ссорит прям вот красота и а вот за счет этого заказа хочу восполнить все вот эти провалы минусы которые у меня производстве происходит то есть я постоянно ухожу минус я уже рассказывал и я вот этим заказом почти полностью восстановлю вот этот вот провал тут где просел и поэтому я уже как-то так спокойной душой уже как бы с новыми силами и средствами могу взяться за новые бритовки вот там уже прям по ходу и решу какие вот хочется вот такие если честно сказать такие такие они уже есть на сайте просто кто смотрел тот знает вот и я говорил что я денежку зарабатывать для того чтобы мне вот это опять производить и производить как бы не особо спотыкаясь желательно вот именно в средствах и поэтому пока все идет хорошо но на этом у меня принципе но если не читать там всяких мелочей которых можно рассказывать вечно с новостями все поэтому если что-то будет интересной будет что показать ну по-любому как обычно покажу расскажу все как обычно так что пока на этом свидания добра всем увидимся